Возгорание удалось потушить вовремя. В одной из квартир жилого дома произошел пожар. Пострадавших нет, отпуск собственника испорчен. Цены на билеты могут снизиться, но только при одном условии. Игорь Кошин пообщался с руководителем Наринмарского аэропорта, о чем договорились. Дождались. Центральная поликлиника региона готовится к переезду в новое просторное здание, где теперь будут лечить. Начнем с ЧП. В ночь на 18 августа пожарные в Наринмаре боролись с огнем. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме по улице Ленина. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 2 часа 25 минут. Возгорание произошло в одной из квартир, но соседний огонь не перекинулся. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Ненецкому округу, погибших и пострадавших нет. Повреждения от пламени получили внутренняя отделка и мебель. В настоящий момент квартира опечатана. Осмотр будет производиться 21 числа, когда вернутся собственники квартиры. На данный момент причина пожара неизвестна. Причина пожара будет установлена после осмотра места пожара. Развитие сегодняшней и большие планы на будущее объединенный авиаотряд принимал в гостях губернатора региона. На встрече генеральный директор предприятия рассказал о долгожданной реконструкции здания аэровокзала и большой работе, которую еще предстоит совершить. Словом, планы грандиозные. Небольшая экскурсия по аэропорту наглядно показала, что зданию требуется модернизация. Маленькие тесные кабинеты необходимо расширить, второй этаж сделать комфортнее и удобнее. Кроме улучшения условий труда работников аэропорта интересовал вполне актуальный вопрос – стоимость авиабилетов. Губернатор не раз говорил, что найти авиаперевозчика в малонаселенном регионе очень трудно. Мотивации по большому счету у других компаний нет. Они понимают, что если они выходят на этот рынок, больше пассажиров не станет. То есть будет оттягиваться загрузка, загрузки не будет ни у «ЮТЭРа», ни у новой компании, которая придет. То есть стоимость билетов от этого не упадет. Нового партнера авиаотряд найти все-таки попытается. Кроме этого, снизить стоимость полетов помогут другие стыковочные города. На сегодня это Москва и Санкт-Петербург – одни из самых дорогих в плане стоимости взлета и посадки. Пересадка, например, в Нижнем Новгороде, Кирове, Самаре или Калининграде немного снизит стоимость пассажирских перевозок. После гости отправились к ангарам. Гаражи для воздушных судов также требуют обновления, ведь в скором времени предприятие пополнится новинками. Обсудили сегодня вопросы о приобретении вертолета, небольшого еврокоптера 350-го для поисковых, выполнения поисковых задач, выполнения санзаданий, когда требуется одного больного перевезти. Также серьезный спрос есть у нефтяников на такую машину. Игорь Кошин и Валерия Стопчук поговорили и о кадрах. Сегодня большая часть летного состава и обслуживающего персонала приезжие. Глава авиапредприятия уверил, что выпускники летных и технических училищ в округе без работы не останутся. Валентина Чибичик, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». После осмотра Наринмарского аэропорта глава Ненецкого округа отправился в строящийся клиникодиагностический центр. В скором времени туда должна переехать центральная поликлиника региона. Игорь Кошин поручил ответственным лицам до среды разработать дорожную карту для учреждения. Сейчас в здании центра к завершению идут отделочные и электромонтажные работы. Наринмарстрой планирует сдать объект в срок, то есть к началу октября. На первых трех этажах разместятся кабинеты центра рентген, маммография, функциональная диагностика, лаборатория и отделение переливания крови. Четвертый и пятый этажи необходимо перепрофилировать под поликлинику. Площадь двух этажей почти 2000 квадратных метров. Это в два раза больше площади нынешнего здания. Просторные помещения позволят улучшить обслуживание пациентов и избежать очередей в коридоре. Тем временем Федеральная миграционная служба начинает принимать от граждан уведомления о втором гражданстве. В силу вступает приказ ведомства, которое утверждает форму бланка и порядок передачи документов. Сделать это можно только на территории страны в самой миграционной службе или заказным письмом по почте. Напомню, с начала августа в России введена уголовная ответственность за сокрытие второго гражданства. За нарушение закона может грозить как штраф до 200 тысяч рублей, так и исправительные работы. Поэтому, если у вас имеется два паспорта разных государств, срочно сообщите об этом ФМС. Смотрите далее в нашем выпуске. Необычные гости, жители приближных поселков, начали беспокоиться за собственную жизнь. Белые медведи вплотную подходят к человеческим домам. В мире животных побывали наши корреспонденты. Выпила, украла, перевернулась. Молодая девушка совершила угон автомобиля, причем не имея права на управление. Далеко ли уехала, расскажем чуть позже. Морские перевозки из Архангельска в Наринмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полар Транс. Мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru 22-25 августа 2014 года приемная комиссия Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова ждет всех, кто желает учиться по следующим направлениям. Менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Первое и второе высшая магистратура, дистанционное обучение доступны по всем направлениям. Специальные предложения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование любых специальностей. Время работы комиссии с 10 до 18 часов. Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1, здание Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ждем вас. Успешен тот, кто успевает. Компания «Красный город» приглашает выбрать тур на бархатный сезон. Осенние каникулы и Новый год. Авиа, ЖД-билеты, страховки, визы без покупки тура. Выбери свой достойный отдых в надежном туристическом агентстве «Красный город», улица Ленина, 31. Мы продолжаем. Власти Ненецкого округа и Республики Коми решили совместными усилиями остановить обмеление Печоры. Такое заявление главы двух субъектов сделали в селе Уссильма еще во время празднования Красных горок. Какова обстановка на реке сейчас, узнала наша съемочная группа, пройдя путь от Наринмара до Республики Коми. Там, где вчера прошла груженная доверху баржа, сегодня может сесть на мель даже небольшой теплоход. Спокойствие реки кажущееся. Она коварна и непредсказуема. Капитан теплохода СТ-27 Александр Барановский показывает на картинках, как изменчиво Печора. Здесь обмелеет, рядом пробьет себе новое русло. Навигационные карты обновляются раз в год, но за фарватером не успевают. Это весенний судовой ход. Вот мы ходили, вот много, вот судовой ход был вот сюда, вот сюда, к берегу, вот так вот. В прошлом году власти Республики Коми пытались воздействовать на свои муниципалитеты, чтобы те подали заявки на дно углубительной работы и заложили на это деньги. Однако особого энтузиазма не дождались. В итоге суда продолжали садиться на мель. 2013 год стал настоящим испытанием. Паромы не могли пробраться до кабеля и забирали пассажиров из Усть-Цильмы. И все равно не обошлось без застрявших на мели судов, пассажиров которых приходилось эвакуировать. Хозяина нет на реке. Настоящего хозяина, который болел бы за это дело. Зимсторяды пускают на участке от Печоры до Усть-Юсы. И все. А сюда, вниз, тут даже никто об этом не вспоминает. Река сама по себе живет. В 2014 году хозяин появился. Администрации двух регионов совместными усилиями решили привести Печору в порядок. Для Наринмара река – одна из главных транспортных артерий, а для многих населенных пунктов Республики Коми – единственная. Муниципалитет и даже целый регион в одиночку успеха не добьется. А вот сотрудничество двух субъектов может в корне изменить ситуацию. Такое заявление главы Ненецкого округа Республики Коми сделали совместно в селе Усть-Цильма. Здесь проблема-то как раз тоже заключается в том, что это федеральная полномочия. Но если мы будем просто сидеть и вот так вот смотреть на то, что делается с рекой, то я боюсь, что мы ее можем когда-то потерять. Игорь Кошин подчеркнул, Ненецкий округ – регион специфический. В короткую навигацию одних только стройматериалов нужно завести сотни тонн. На год вперед. Поэтому позволить себе простой во время обмеления реки индустрии перевозок не может. Река нам необходима, и мы действительно будем совместными усилиями, совместными обращениями. Ну а потом, слушайте, есть два сенатора в Республике Коми, есть два сенатора в Ненецком автономном округе. Есть депутаты. Депутаты Государственные думы. Но они же должны чем-то заниматься, помимо того, чтобы на кнопку нажимать. Поэтому пусть обетняют усилия и вперед. Дно углубительной работы позволит пропускать сюда все большего тоннажа. Перевозки будут дешевле, грузы разнообразнее. Да и отпускники уже не будут рисковать оказаться на меле. Надежда Людкова, Дмитрий Щупанов, Александр Дуркин, Телеканал Север. Ненецкий автономный округ, Республика Коми. В нескольких прибрежных населенных пунктах региона к людям в гости зачастили белые медведи. У Шашельдина оставили хищников без корма. А впереди холодная зима. Теперь они совершают набеги на поселки и местные свалки. Причем стрелять даже для самообороны в медведей нельзя. Они в Красной книге. Уникальные кадры в следующем репортаже. Варна-Кустькара Амдрама. За последние две недели в эти поселки белые медведи зачастили настолько, что местные, кажется, уже привыкли к необычным гостям. Хищники уже вплотную подходят к человеческому жилью. Этим летом крупные животные словно сошли с ума. Говорят, жители Амдрама и медведи не смогли уйти из тундры во льды. Теперь в качестве пищи хозяева Арктики рассматривают все, что найдут на своем пути. Лед сюда пригналось северным ветром. Они вышли. Сейчас туда нет, им дальше деться некуда. И вот начинается. А кормиться надо. Свалки, поселок. Вот таким образом. В Амдраме крупные хищники появляются чуть ли не каждый день. Если в поселке северный ветер, местные знают, скоро придет белый медведь. К счастью, случаев, когда животное нападало на людей, пока не зафиксировано. Есть случаи, что там балки разбомбят рыбаков по побережью, в ту и в ту сторону. Эти случаи уже и в этом году есть. Там стекла побьют. А так нет. Обычно подгоняются выстрелами или автомобилем. Активное появление белого медведя на побережье заставило в эти места срочно приехать представителей Всемирного фонда дикой природы. Зоологи изучили проблему, пообщались с местным населением и рассказали, как себя нужно вести при встрече с белым хозяином Арктики. Подход неожиданный. В никаком случае нельзя перемещаться, бежать, потому что может включиться инстинкт преследования. Надо поднять руки, если есть сумка или трюкзак, поднять на голову, себя сделать больше, ну и смотреть на соблюдение за ним. А еще желательно иметь в руках палку или камень. Но самое главное – стоять на месте. Тогда есть все шансы, что медведь атаковать не будет. Впрочем, печальные случаи в других регионах периодически все же происходят. Эти страшные кадры из Анадрия. Там в свое время сверебствовала своя банда белых медведей. Они то и дело буквально атаковали местных жителей. Кто-то из очевидцев попал в медведя стеклянной бутылкой. Свист и крик, который следовал вдогонку, напугали животное и заставило его отпустить человека. Женщине удалось уйти. К счастью, серьезных травм она тогда не получила. А это уже вновь Амдерма. Две недели назад местные на берегу обнаружили мертвого медведя. Причем внешне его шкура не повреждена. Следов насильственной смерти не обнаружено. Находкой заинтересовались представители Всемирного фонда «Дикой природы». Они взяли генетические образцы хищника, чтобы провести подробный анализ животного. Это медвежонок этого года. Этого года маленький совсем. Следов насильственной смерти нет. Мой прогноз. Сейчас видите шторм. Штормит. Наверное, он бился от мамы во время шторма. Или где-то там переплывали. Они плавают отлично, но им сложно. Такой шторм у него. Этот маленький. Стопы-то нет. Наверное, захлебнулся. Напомним, стрелять в белого медведя запрещено. Но этот вид занесен в Красную книгу. Чтобы защитить население от крайне опасных хищников, местные власти предпринимают меры. В арктические поселки срочно завозят средства отпугивания и организуют патрули. Чтобы животное ушло в морские просторы, необходимо дождаться первых морозов, которые начнутся только через пару месяцев. Олег Хатанзийский, Ольга Смирнова, Александр Дуркин. Телеканал «Север». Амдерма. Усть-Караварнак. Телеканал «Север». 240 часов обязательных работ такое наказание было вынесено мировым судом жителю Наринмара. Напомним, в мае этого года молодого человека сотрудники ГИБДД поймали с поддельным водительским удостоверением. В прокуратуре уверяют, наказание вполне мягкое. За использование поддельных прав расплата могла быть более суровой. Это исправительные работы до двух лет. В мае 2014 года в поселке Искателей инспектором дорожно-постовой службы для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением Руслана Ковалева. Ковалев предъявил инспектору ДПС заведомо подложенное водительское удостоверение. В регионе продолжаются случаи угона автомобилей. На этот раз чужим транспортом завладела нетрезвая девушка. Угон иномарки она совершила возле одного из домов по улице Первомайская. Владелец, обнаружив пропажу своей машины, сразу же обратился в полицию. Впрочем, поиски продолжались недолго. Девушка была настолько пьяна, что уехать далеко у нее не получилось. К тому же, как показала проверка, у виновницы даже нет водительских прав. На что она рассчитывала, угоняя машину, сейчас это предстоит выяснить следствию. Через пару часов наряд ГИБДД обнаружила на марку на третьем километре автодороги Наринмар, поселок Красное. Сотрудники полиции установили, что угон автомашины совершила жительница города Наринмара 93-го года рождения. Молодая девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела права управления транспортным средством. Она сначала совершила угон, а потом, не справившись с управлением, совершила опрокидывание. Смотрите далее в нашем выпуске. Дискотека под открытым небом с пользой в Наринмаре стартовал проект «Нескучные выборы». Танцевать пришли даже со сломанной ногой. 22-25 августа 2014 года приемная комиссия Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова ждет всех, кто желает учиться по следующим направлениям. Менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Первое и второе высшее, магистратура, дистанционное обучение доступны по всем направлениям. Специальные предложения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование любых специальностей. Время работы комиссии с 10 до 18 часов. Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1, здание Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ждем вас. Успешен тот, кто успевает. Вневедомственная охрана – это надежность, проверенная временем. Оперативное реагирование группы задержания круглосуточно. Тревожная кнопка, пожарно-охранная сигнализация, современные технологии. Отдел вневедомственной охраны УМВД России по НАУ. 42141. Мы продолжаем. В Тюменской области на воду спустили новое судно, которому в будущем предстоит покорять просторы Арктики. Название для корабля убрали весьма подходящее. Полярная звезда – знаменательное событие. Произошло время еще одного немаловажного события. Тюменская область на днях отпраздновала 70-летие со дня своего образования. Все подробности далее. Но с полярной звезды щедро окропели шампанским. Перед новым судном открылись далее об Иртышского бассейна. Такой масштабный рефрижератор до еще морского класса в Тюмени делали впервые. Для нас это очень было важно понять наши возможности, возможности Тюменской области. Сможем ли мы начать строительство судов фактического типа. Я всех вас сегодня хочу поздравить с этим замечательным событием. Поблагодарить вас за эту уникальную работу. Сказать, что в России, в Тюменской области, есть мастера, которым под силу решить любую задачу, поставленную правительством страны и президентом. Поздравив работников судостроительного завода с очередной профессиональной удачей, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин совершил пробную поездку на полярной звезде и осмотрел современное оборудование, которым она укомплектована. Это и холодильные камеры, рассчитанные на 200 тонн хранения продукции, и установки шоковой заморозки рыбы, производительностью до 15 тонн в сутки. Но главная уникальность судна в его оснащении, по последнему слову техники и электроники. Мы очень гордимся, потому что это первое судно морское, которое нам довелось построить сегодня. Мы получили громадный опыт строительства таких типов судов. В принципе, морского судостроения надеюсь. В принципе, мы теперь, наше предприятие готово строить и морские суда. Ранее мы строили только речные. Сочный оранжевый цвет полярной звезды определен международными стандартами. Судно, которое работает в Арктике, пробираясь сквозь льды и туманы, должно быть заметно издалека. Екатерина Гончарова, Марина Кураева, Клим Горбунов, телеканал «Север», Ямал. Выборы – это модно, выборы – это не скучно. Под таким девизом стартовал проект ассоциации скаутов и клуба диджеев. Первая его часть – дискотека на лыже-роллерной трассе. Собрала на своей площадке более сотни молодых людей. На предвыборных танцах побывала и наша съемочная группа. Вместо танцпола – гравий, вместо барной стойки – лавочки. Цветомузыка тоже весьма оригинальна – луна, звезды и костер. Владимиру Рожину танцевать не мешает даже гипс на ноге. Не замечая боли и дискомфорт, он веселится вместе с друзьями. Таких проектов для молодежи давно не хватало, отмечает юноша. Обязательно, обязательно нужны, чтобы молодежи было куда-то сходить, повеселиться, пообщаться и так далее. Не пугает ни комары, ни дождь. Большинство из тех, кто пришел на лыжи-роллерную трассу, признаются – ночные клубы поднадоели. Дискотека среди елок и берез – какое-никакое о разнообразии. Это вполне хорошая альтернатива ночным клубам, так как сюда, во-первых, вход бесплатный, люди сюда приходят абсолютно бесплатно. И они не обязаны, ну, конечно, они должны потанцевать, как бы планировалось, но они этого не обязаны делать. Вообще сюда приходят, просто отдохнусь. Хотя что-то отдаленно напоминающее развлекательное заведение все же есть. Диджейская аппаратура, МС-ведущий и даже секьюрити, сотрудники полиции и частная охрана. Ведь лучший отдых – это безопасный отдых. Идея проведения дискотек на свежем воздухе появилась еще в октябре прошлого года. Поплатить ее в реальность решили сейчас, когда желание провести дискотеку совпало с потребностью вовлечь молодежь в выборный процесс. Организаторами проекта выступили ассоциации скаутов Ниньского округа совместно с клубом диджеев. Здесь не будет агитации, здесь не будет призывов голосовать за кого-то конкретно, за какие-то партии. Вот этого здесь не будет вообще никогда. Но призыв на выборы пойти, свою позицию выразить, тем более, что кандидатов у нас море сейчас очень много, выбирать с любого другого на любой вкус. Вот такую цель проект ставит. С того, что хотели добиться, организаторы добились. Молодежь готова идти на выборы осознанно и добровольно. Я считаю, что нужно обязательно ходить на выборы. Вы, во-первых, отстаиваете свои права, делаете правильные выборы, и от этого зависит ваше и будущее вашего округа. Ну, конечно, буду голосовать, потому что это ответственно. Нужно же выбирать. Не чтобы кто-то выбрал за меня. Впрочем, дискотека на лжероллерной трассе – лишь начало проекта «Нескучные выборы». Еще четыре пятницы подряд предвыборные танцы будут проходить в разных точках окружной столицы. Местами для встречи диджеев и активной молодежи станут детско-юношеский центр «Лидер», туристический центр, ночной клуб «Рэдтаун», лжероллерная трасса в районе тепличного комбината «Солнышко» и площадь «Марацей». Так что танцуйте и голосуйте. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».